Добрый день, дорогие друзья! Это мне большая честь, большая радость перед вами выступить. Сегодня меня зовут Нику Ротова, я пастор Финляндии. Это должность работы уже почти не так года. До этого был помощником нашего президента по внешней политике. Лично это для меня второй раз в Казани. Первый раз это уже состоялось 5 лет назад, и я был здесь в качестве туриста, с моей будущей супругой. У меня самые теплые воспоминания о вашем городе и о республике Тадарстах. Это для меня, конечно, первый раз в университете. И я здесь буду коротко выступать, говоря немножко о Финляндии, нашей истории, наших отношениях с республикой Тадарстан. И тоже мои коллеги потом будут коротко выступать, скажем так, по специальности. Со мной сегодня, во-первых, это госпожа Алиса Туркари. Она второй секретарь посольства. Она является координатором этой нашей поездки. Потом у нас со мной госпожа Эрика Апьянен. Она советник по культуре в нашем посольстве. Она курирует вопросами по культурному сотрудничеству в Мессуфильнаде и в СССР. И она тоже ответственная была, что касается создания нашей культурной программы. А потом здесь у нас Анна Марикаевская, она представляет наше ведомство по образованию. И она будет выступать и представлять нашу систему образования. И потом, last but not least, это у нас господин Окон Дагер. Он представитель нашей пенско-татарской общины. У нас уже более ста лет живет и работает в нашей стране наша татарская измельчика. И это там уже, я думаю, что поколенники у них, они довольно такое малочисленное. Их 700-800 человек. Но они все-таки сохранили свой кутур, свой язык. Значит, даже первое поколение, что говорит татарство. И, конечно, вот наша татарская община, это очень большой плюс, большой, так сказать так, большой такой акселератор наших отношений между Финляндией и Республикой Татарстан. Вот это наша команда. Сегодня я вам покажу. Цель нашей поездки, в основном это бизнес-поездка. Со мной в составе моей делегации входит 26 фирмских компаний, разных профилей. И, конечно, мы будем здесь два дня работать в республике, чтобы продвигать наши экономические средства. Но я хотел бы, конечно, после наших выступлений услышать от вас ваши вопросы. Что вам нужно, какие, что интересует Финляндии. Я начинаю с коротким выступлением. Во-первых, Финляндия для Финляндии это особенный год, 2017. Потому что мы празднуем столетие обретения газоостремленной независимости. Мы объявили нашу независимость уже 6 декабря, 16 лет назад. И стали независимыми после этого. И Россия, тогда Советская Россия, признала нашу независимость уже 30 декабря 2017 года. И с тех пор мы живем и работаем как независимое государство. Я думаю, что это столетие, мы уже сегодня можем как-то оценить результаты этого столетия. И, конечно, я думаю, что все Финляндии очень довольны тем, как это все прошло. Были, конечно, очень практические события в нашей истории. И сразу после обретения независимости началась Кражданская война вместо нашими, Бериями и Красными. Но у нас Берия победили. И Финляндия осталась независимой. Потом, конечно, сложные годы для нашего народа. 20-е декабря. И тоже потом мы, конечно, участвовали в Второй мировой войне. Это сначала со Советским Союзом, и потом второй раз со Советским Союзом. И третий раз, это уже после Германии. Значит, это были три войны в течение пяти лет. Это очень сложный период для маленького народа. Но, тем не менее, мы выжили это испытание и могли продолжать, развивать свою страну как независимую и свободную. И мы, конечно, сохранили свой, скажем так, демократический режим управления. С самого начала у нас в Европе Финляндия была первая страна, где женщины получили право голосоваться. Это было уже 110 лет тому назад. И у нас тоже парламентская демократия постоянно работает уже в поле столетий. Уже при Российском Союзе создали нашу систему. И вот эта система загранировалась, несмотря на какие-то международные большие события. Вторая и первая война. И теперь мы празднуем. Мы это сделаем и сделали уже по всей России. И, конечно, мы не случайно выбирали именно Патерстан. И поэтому мы организуем здесь культурное мероприятие. И именно в том духе, что мы празднуем нашу независимость вместе с нашими российскими друзьями. Иногда российские коллеги, особенно журналисты, спрашивают, зачем нам, русским, праздновать с вами, что касается вашей независимости. Ближе отдельно от нас, чем нам, что там нам хорошего. Я всегда отвечаю одинаково. Это то, что тоже Россия выиграла, потому что получила хорошего стабильного сетера. Я думаю, что оба народа уже давно стали понимать, что это было лучшим решением этого вопроса. И для Финляндии, и для России. Для нас, я думаю, что наша страна, когда мы отличаем столетия, мы очень активно смотрим в будущее. Для нас всегда будущее было самое важное направление. И, конечно, для будущего и наши предки уже давно поняли, что именно образование является таким ключевым фактором в судьбе особенного маленького народа. У нас какой-то особой силы и военного могущества, который не может, поскольку маленький народ, но мы всегда можем совершенствовать свою науку, свою культуру, свою систему образования. И так ими делают. И, конечно, мы намерены и продолжать такую работу. Поэтому именно мне всегда интересно побывать перед студентами, потому что вы являетесь будущим этой страной России. И у вас, конечно, на ваших плечах большая ответственность за будущее в вашей стране и тоже за будущее наших отношений. Поэтому я очень рад с вами сегодня встретиться. Я думаю, что я, чтобы не тратить больше времени, я думаю, что я передам уже слово в свое коллективе. Энрик, а потом я думаю, что мы все наши выступления пройдем так быстро, а потом вы зададите ваши вопросы. Добрый день. Меня зовут Энрик Каргенов. Вот советник по вопросу. Я буду совсем коротко, чтобы осталось время делать дискуссии. Я думаю, что это все-таки самое интересное. Я думаю, что потом мы сами просто зададим вопросы, которые вам интересуют. Ну, как говорил господин посол, я управляю нашим агентурным проектом и в посольстве Филенгии в Москве. У нас, конечно, территория огромная. У нас проект не только в Москве, но и в регионах России. Так что, ну, собственно, мы сейчас в Казани. А сейчас еще на этой неделе у нас откроется огромная выступка дизайна в Москве, в Марме. И, ну, считая, что у нас вот территория, все, это вся Россия, кроме северо-запада, там у нас работает ген-консульство. Конечно, постоянное ощущение, что мы ничего не успеваем, но стараемся. И пытаемся тоже побыть в Казани под чаше. Я немного хочу просто коротко рассказать, какая у нас программа сейчас в Казани. У нас вот в рамках дней финской культуры, ну, в основном все мероприятия происходят в центре современной культуры смены. У нас сегодня там уже начинается, хотя у нас официальное открытие будет завтра. У нас сегодня там в 6 часов будет открытие выставки «Мумитроли Комета». Наверное, очень многие знают «Мумитроли», я думаю, что они вообще самые известные финны в мире. И потом я читаю лекцию про их создателя Туве Янсона. И потом в 7 часов будет тоже лекция про фирскую школьную систему. Это читает у нас советник по образованию Анна Марекаревская, которая у нас сидит здесь. И потом завтра у нас официальное открытие с господином облажен послом. И одновременно у нас открытие выставки «Айм Вананен», там, это выставка-фотография. Не настоящие финны, не настоящие британцы. И у нас завтра тоже будет открытие кинофестиваля в кинотеатре «Мир». И потом, ну я отставляю программу, просто там у нас для всех программ, где вообще все расписание. Так что, может быть, я не буду прочитать какие-то там фильмы. И потом в смене еще продолжаются там показы финских каракометражных фильмов. Это начинается с 16-го и последний показ будет с 19-го. Так что добро пожаловать. Если есть какие-то вопросы по нашим культурным мероприятиям, вот, можно потом после наших презентаций. Спасибо. Есть у кого-то вопросы, касатые у меня, где это? А, пожалуйста. У меня зовут Трестов, есть вопрос, есть какие-нибудь возможности для молодых специалистов? То есть в будущем играть есть для молодых специалистов, к вам при этом. Есть какие-нибудь возможности, перспективы? Во-первых, между вашим университетом и Российским университетом есть согласие или договоры по обмену студентов или студентами. И поэтому я думаю, что мы принимаем наш Российский университет, который, кстати, входит в список 100 лучших университетов в мире. Там мы принимаем четыре студентов из КПУ в Ежиколе. Это один вариант. Там, конечно, что касается разных специальностей, там надо, конечно, более конкретно узнавать. Вот такой канал и возможность есть. Конечно, те, кто хотят на поле пророжительную учебу приезжать в КПУ, там, конечно, надо узнавать через конкретные УЗИ, какие там программы есть. Все у нас найдется в интернете, на английском языке разные возможности есть. Конечно, в таких случаях студенты через нас, мы с этого находим долгое время, как получите вид на литерскую, когда мы все это в КПУ сделаем. Но я думаю, что там образе более конкретно, я думаю, что это зависит от вашего желания конкретного. Но разные варианты есть. Но я думаю, что самый простой способ, конечно, это обмен студентов. Потому что там уже создана такая инфраструктура, уже система, где работает уже много. И финальная, и особенно ЛСБ является, я думаю, что очень популярным местом для учебников, для вас. Да, у нас существует такая система, что вот человек должен найти работодателя. Во-первых, и у нас после того, как он нашел вот такого, идет, конечно, вот такая процедура. И после этой процедуры человек получит вид на жительство. И у нас вид на жительство, это тоже можно работать с этим документом. Но самое главное, это найти работодателя. И, конечно, после этой процедуры их можно поделать. Многие к нам особенно в последнее время, многие из России приезжают к нам. Особенно представители, например, IT. У нас стартап, культура хорошо прослита. Многие работают у нас. Есть тоже такие особые, скажем так, специальности. И у нас очень многие русские или российские граждане работают. Значит, это общепринято. Многие-многие работают у нас в разных... Я думаю, что самое главное, это найти просто конкретного работодателя. И это может, конечно... Можно поехать в Финэндию с визой и поговорить с людьми, значит, наладить контакт и так далее, и так далее. Но это достаточно открытая страна для специалистов. Так, ребята, еще вопросы? Добрый вечер. Большое спасибо за то, что вы нашли возможность посетить наш университет. Меня зовут Галиудина Ландия. Я студентка второго курса Института международных отношений и истории вестковедения. И хотелось бы задать вопрос. Планируется ли, и если да, то в каких областях экономики и политики, развитие сотрудничества между Республикой Татарстан и Финляндией? Спасибо. Конечно, активизация наших экономических отношений является целью нашей поездки. Мы уже приняли решение в посольстве, что мы будем ежегодно в более активном режиме работать именно Республика Татарстан, поскольку есть много факторов, которые объединяют вашу Республику и Финляндию. Во-первых, это то, что ваша Республика является регионом, который раскрывается хорошо и быстро. Экономические показатели здесь достаточно хорошие. Это, конечно, интересует наших людей. Тоже есть прямые авиарейсы. В Кельсике можно летать три раза в неделю, но прямые рейсы. Это очень удобно. Значит, это очень легко устанавливать контакт с нашей страной. В том смысле тоже, что можно посетить нашу страну так быстро и удобно. Тоже наши культурные связи, тоже они поддерживают бизнес, поскольку у нас Татарстан достаточно хорошо известен как регион. И, конечно, показателем нашего большого интереса является тот факт, что в составе моей делегации 26 компаний, это очень много, обычно и раньше в таких поездках участвовали гораздо меньше. Значит, мы видим Татарстан как один из потенциальных регионов Российской Федерации, поэтому мы будем в более активном режиме работать особенно здесь. Здесь тоже будут уже многие финские компании, они уже инвестировали. Происходит в Казахстане, например. ЮИТЭ – это очень естественная финская строительная компания, они уже более 10 лет работают в Казахстане. Они строят жилые дома класса, комфорт. Плюс, кстати, очень такие межпокачественные, готовые хорошие дома. Тоже работают в республике, например, зовут Утараки. Они производят такие одноразовые посуды. Например, в ресторанах Макдональдс в России, значит, очень можно производить. И тоже вот в наших, я уже упомянул, что у нас в стартах культуры, особенно для специалистов IT, это очень быстро развивается. Многие новые компании у нас появились. И это такое очень интересное развитие у нас появляется. После того, как Nokia, ну, все, наверное, еще помнят мобильные телефоны Nokia, финского производства. Но наши Nokia, они продали именно производство мобильных телефонов Microsoft, и сколько лет назад, но потом уже, скажем так, вот эти Nokia телефоны ушли здесь. Но осталась, конечно, Nokia, это еще большая компания. Те люди, которые раньше у нас занимались с развитием именно мобильных технологий, они создавали новые компании. Они стали беспроходными, но они стали заниматься созданием новых технологий, и новых продуктов. И с этим, если в целом, очень хорошо получилось. И появились и новые компании. Кстати, в России тоже будут использовать такую систему, как YOLA, это SkyV, это SkyV. Вот новая технология, и это были, это вообще вот российская операция купила эту компанию. Это были бывшие рабочие Nokia, которые создали альтеративную систему. И теперь эта система уже российская. Это просто пример того, как у нас все это быстро развивалось. У нас хороший пример того, что совсем молодые ребята, которые создали свою компанию, маленькие фирмы именно по IT, они очень быстро смогли создавать общенько-большие компании. Самый, я думаю, что самый большой, хороший пример – это компания Supercell. Я думаю, что они начинались практически с нуля лет, лет шесть тому назад. Теперь их стоимость более 4 миллиардов евро. Это совсем маленькая группа. И, конечно, все эти основатели этой компании, конечно, им очень-очень повысят. Нас тоже интересует вот этот именно Startup-Cluster в Татарстане, поскольку мы знаем, что у вас очень хороший университет. У вас развиты именно развиты вот эти науки, эстетичные науки, физика, математика, который очень важный в этой вопросе. И по этому тоже, наверное, теоризм, что вот сотрудничество по полностью науки является тоже важным для нас и наших отношений в будущем. А, пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий Маджиев. Здравствуйте, Дмитрий Алексеев. Вот по поводу университета. Известно вообще один подход к школьному образованию. Такое ощущение, что вы психологию обучения понимаете лучше других. То есть мы нашли подход к детям. Как у вас обстоит обстановка в университетах? Есть ли какие-то эти ноу-хауы, новые подходы к образованию? Что-то, ну, и это все-таки нет. Я думаю, что такой очень важный аспект в нашем личном образовании это то, что когда я еще учился, когда многие из моих товарищей, они уже тогда хотели какое-то время учиться там за рубежом в нашей стране. Только что открылись вот эти европейские, вообще европейские окна по обмену с студентами. И я думаю, что сегодня почти все, почти без исключения, они там в какой-то период учатся за рубежом в стране. Это уже, в прошлом это считалось, что это плюс в географии, что да, учился где-то за рубежом, да, это получил какие-то знания хорошие, где-то есть опыт, что это работает за рубежом на новом месте, и так далее, и так далее. Это считалось, что это большой плюс. До тех пор, я думаю, что уже почти все это уже сделают, сделают или делают, поэтому это уже необходимо для студента какое-то время провести в другой стране. Это тоже очень важный аспект в нашем личном образовании. И, конечно, для нас, что касается языков, поскольку финский язык, хотя он самый красивый, очень понятный, логичный язык, конечно, мы понимаем, что очень многие, к сожалению, не понимают, как они говорят на финском, поэтому у нас необходимость изучить другие языки. И, конечно, у нас в школе преподают шведский язык, как вы говорите, обязательный. Амельский язык уже, я думаю, я так думаю, что это уже не официально, но на практике английский является уже третьим официальным языком в нашей стране. И очень мало кто, особенно в среде молодого поколения, очень мало тех, кто на нем хорошо не говорит. Я думаю, что там в любой точке в нашей стране, если там человек моложе 30 лет, там у большинства английский свободный, свободный, чисто свободный, как и того язык. Значит, языки тоже в нашей системе очень важны, поскольку мы маленький народ. Но хотя бы не мыкались, говорили с нашим языком, но это необходимо, если что, любые языки. И в данный момент без хорошего английского, я думаю, что работают в Фринляндии, уже никто не знает. У нас так же, у нас в Фринляндии, мы же вошли в шведское государство протяжении 700 лет. Мы жили в одном государстве с шведами, очень-очень, но потом сто лет в составе Российской империи. Но шведское наследие в нашей истории, конечно, играет в учебную роль. И у нас, особенно на берегу нашей страны, там люди стали говорить на шведском. И, конечно, вот язык там и сохранился. И после того, как мы уже вошли в Российскую империю, и когда мы стали письменными, у нас швейно-язычное меньшинство, это около 5% всего населения. И я думаю, что среди них все, практически все, они уязычные, они говорят, они на то хорошо, но на финском, на шведском. Но у них, конечно, родной язык шведский. У нас в Конституции два каждого стены языка, это финский и шведский. И поэтому у нас преподавание, обучение шведского, это вот каждого стены языка, вернее, все должны на нем говорить. И особенно для чиновников, мы должны сдаться в тесте, экзамены и по шведскому языку. И шведовочные финны должны достать по фискам. Вот это такая у нас система. Посол, на права проректора и профессора института международского отношения можно вопрос, завершающий, если нет. Давайте. В свое время решающее значение сыграл фейсинский акт, после которого время холодной войны ушло потихонечку к негативе. Было так называемое «трейдам» – разрядка. И сейчас политологи говорят, почему бы Финляндии не возглавить движение под фейсинский процесс был, потом фейсинский акт, и подписались основные государства, что надо политику разрядки. Есть ли в политических кругах Финляндии такое понимание, и значение Финляндии, никакое значение, чтобы честный процесс возобновить и, может быть, предписать в СССР? Я думаю, что... Во-первых, хороший вопрос. У нас тоже иногда мы ведем дискуссии по этой теме. Я думаю, что, что касается современных Финляндий, мы уже являемся членом Европейского Союза уже 22 года. И, конечно, это тоже играет свою роль. Мы не считаем себя реферальной стороной, какой мы были раньше, именно в то время. Мы считаем, что как член Евросоюза мы не можем быть нейтральными, это невозможно. поскольку у нас идет координация в нашей внешней политике со всеми нашими партнерами по Евросоюзу. Значит, вот эти такие изначальные условия, они немножко изменились, но я думаю, что то, что мы стараемся делать, я думаю, что повторить Ресенки с 75-го коврада, я думаю, что это у меня нет права сказать, что не удается, но я думаю, что в данный момент обстановка такая, более сложная, и я так вижу, что мы, конечно, все-таки играем в том, что нужную роль, в том смысле, что Финляндия всегда хотела сохранять в канале связи, в том числе с Россией, тоже мы хотели сохранять сотрудничество, то, которое с нами существует, значит, мы такую свою роль играем, но все-таки исходим с того, что мы являемся членом Евросоюза и менее будем, это вообще неэффект, а привычка играть в какие-то вторичные игры, что мы другим говорим одно и поставим еще другое, у нас такая последовательная линия, но мне, конечно, очень хотелось чтобы мы видели какую-то разрядку, но у нас мы не можем преувеличить наш роль, конечно, вот этот герцейский акт 75-го года, там самое главное было то, что Соединенные Штаты Америки и тогда Советский Союз, что они были сторонником этого акта, и поэтому я думаю, что если это риторический вопрос, если ваш президент и президент Соединенных Штатов, если есть у них желание какие-то положительные бумажки подписать, я думаю, что мы не против. Спасибо. Татарская диаспора, в Финляндии существует татарская диаспора еще до революционных лет, до 1917 года, я был лет 150 в татарской диаспоре, эта диаспора татарская Финляндия существует, очень органично и гармонично вписывается, вот я про шведов мы говорим, а вы татары или что представители и глава татарской общины профессор Кейсенского университета Афанаваль ДАЭР он вот пожалуйста у нас с нами и потом если у вас будет желание можете к нему подойти и спросить у него вопросы как живут татары в Финляндии татарский язык в Финляндии татарский язык в Финляндии он возможно сохранился как конечный татарский язык обратите внимание ребята кто знает татарский язык в Финляндии В этом году мы в Библиотеке Татар конгрессу, и в Казахстане были в Казахстане, и в Казахстане были в Казахстане, и в Шролайтепе. И мы в Казахстане были в Казахстане. В 2003 году, мы в Финляндии, в Казахстане, это единственное место, что финансирование на милии австралии. В основном есть финшевед, Сами халки, Рома, русский халки, а потом и Финляндия, Карелия, и мы с мусульманами. В основном, мы с мусульманами, Финляндия, Карелия, Карелия, и Финляндия, и мы с мусульманами, мы с мусульманами, με раз за взрослые99»н и мы с мусульманами, разождаем те метонами. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.